Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Продолжаю я снимать видео о своих парфюмах, уже рассказала вам о Фоберлик и Фраше. В этом видео будет Эйвен. Из каталожной косметики, именно ароматов Эйвен у меня больше всего. Я начала заказывать их, наверное, еще класса с 8, ну то есть, знаете, лет 12-13 я пользуюсь ими. Меня устраивает база, меня устраивают цены, отличное, просто шикарное разнообразие. Сразу скажу, что я любитель сладких ароматов, то есть, чаще всего, наверное, вы увидите именно такие у меня. И давайте начну с немножечко нетипичного для меня. Это My Everything, его сняли с производства, не буду много времени ему уделять. Единственное, миниатюру, наверное, можно еще где-то в распродажах урвать, я ее покупала именно на распродаже осенью, где-то октябрь-ноябрь. Мне понравилась эта водичка, очень интенсивная, цветочная, слегка сладковатая. Это на осень для меня, это не зима, зиму я люблю прям приторно-сладкие, а вот на осень просто шикарно. Из-за того, что стекло отсвечивает, у меня камера бесится. Вот, и я нашла у одной из девочек в Казани, которая перепродавала это все себе и подруге, взяла еще версию 50 мл. 50 мл более стойкая, более яркая, чем 10 мл. Но, мне кажется, еще можно все равно при желании найти любой аромат, который не так давно сняли с производства. В общем, нравится. Относительная моя новинка, это Little Black Dress Weekend 50 мл. Ранее пользовалась версией 10 мл, это была моя любовь прям. Тут у нас, знаете, прям баталии. Мы узнали, с девочками выяснили, что мини-версии производятся в Польше, вот эти же полные версии производятся в России. Ароматы отличаются тем, что версия 10 мл более свежая, более легкая и носибельная для меня. Я могу носить ее просто круглый год, каждый день, мне не надоедает. Версия 50 мл более тяжелая, ей нужно время, чтобы раскрыться и стать более, скажем так, носибельной для меня. Реально потяжелее этот аромат, но при этом все равно мне он нравится. У него, кстати, такой флакончик выпуклый. Брала я его за, по-моему, 599 рублей при покупке двух. Была вот акция в четвертом каталоге, прям вот реально только-только купила. 10 мл версию я буду выискивать. Все-таки понравилась она мне больше, мне проще ею пользоваться. Я знаю, что я не переборшу и не буду вонять весь день, но как-то все равно об окружающих тоже нужно думать. Вот, дальше. Лаклави. Это мой самый любимый аромат, даже, наверное, из бюджетных вообще в любых марках. Я его очень люблю, я не знаю, какой по счету флакон. 10 мл для сумочки, 50 мл для дома. Очень классное оформление. Единственное, бывает, что периодически я теряю то вот эту крышку, то вот эту штуку, она у меня улетает, но у этого флакона она адекватная. В общем, классический лак для меня слишком кислый, но я подожду, наверное, годик и все-таки попробую еще раз купить версию 10 мл. Может быть, зайдет. Как бы бывает, что со временем аромат мне начинает нравиться очень сильно. Хоть до этого я могла его прям ненавидеть. Вот, в общем, насчет этого аромата, опять-таки, я могу носить его круглый год. Что 10 мл, что 50 мл одинаково вкусные. Вот здесь я не заметила разницы. Возможно, я его настолько люблю, что мне просто пофиг. Даже если есть небольшой отличный, основные ноты все равно совпадают. В общем, аромат сладкий. Он фруктовый, наверное, больше, нежели цветочный. Если я не ошибаюсь, заявлено клубника в нотах. И я вот его очень люблю, но классический лак нравится намного большему количеству людей, чем лак лови. Это прям 100%, потому что напишут мне там 10 комментариев. Из них будет 3 девочки, которые говорят, что лак лови это божественно. А остальные 7 скажут, что лак лови говно. Лак классический крутой. Вот так вот. То есть имейте в виду, берите пробники, берите версии 10 мл, потому что они присутствуют. В каталоге периодически прям по очень хорошей цене появляются. И после этого только покупайте версию 50 мл. То есть будьте аккуратнее, не слушайте никого слепо. Помните, что каждый блогер высказывает лишь свое субъективное мнение в каждом видео. Дальше. Лак Лимитлос. Это моя первая банка и, скорее всего, будет последняя. Есть тоже версия 10 мл. Можно спокойно ее прикупить. В общем, это цветочно-водный аромат. Не достаточно сладкий для меня, но при этом весьма носибельный. На весну-лето почему бы и да. Я рада, что у меня есть этот флакончик. Оформление, конечно, мне нравится просто безумно. Безумно. Но как-то, знаете, не каждый день к нему тянется рука. Даже если вот я поставлю там три флакона каких-нибудь, этот будет не самым популярным. Вот, скажем так. Что у меня сегодня с камерой? Что? На самом деле это третье видео. И я уже немножечко подустала. Но у меня пока есть настроение, нужно этим пользоваться. Парфюмерное видео я не раз уже говорила, что самое тяжелое для меня. И просто пока у меня, вот знаете, все силы в кучу собрала, нужно это использовать по полной. Два аромата. Это Ив Труф и Ив Конфиденс. Надеюсь, я правильно прочитала. Ив Труф я купила, честно скажу, из оформления, потому что, ну, божественный флакончик. Очень красивенький. На самом деле это прям травка-травка какая-то, травянисто-цветочный аромат, который только на лето. И лишь изредка я смогу им пользоваться, но никому отдавать не буду, потому что это очень красиво. Мне нравится все, абсолютно все в оформлении. Ну, аромат специфичный. То есть обязательно берите пробник, без затеста брать не советую. А здесь, кстати, на коробочках прям заявлено описание. Многогранный цветочный аромат. Мускусные ноты, да. Гордения, не знаю. Гранатово-пионовые, тоже не могу сказать. Пионы у меня мама выращивает. Это, кстати, цветы, которые мне нравятся реально в жизни, как пахнут. Я здесь их не ощущаю, к сожалению. Но у меня, я уже не раз говорила, что не самый чуткий нюх. И я ноты, в принципе, резко, редко, когда могу прям выявить и учуять. В общем, аромат такой для меня не самый вкусный, но имеет место быть. Он для меня не противный. Но из-за флакона вот прям 100% буду держать пока в коллекте. Пока не надоест. Дальше, Eve Confidence мне понравился этот цветочный сладкий аромат. Очень интенсивный, восточно-цветочный, я бы сказала. Не знаю, как заявлено в каталоге. И чем-то мне напоминает My Everything. Если вы любили вот этот аромат, обязательно попробуйте вот этот. Есть, по-моему, версии 30 мл. И, кстати, в пробнике я, когда покупала этот аромат, или мне его давали, 1 мл. Прям с пульверизатором был пробник. Мне этот аромат не понравился. А вот с полной версией очень-очень даже. Вот, не знаю, как так получилось. Дальше вкусняшка. Софт маска. Часто бывает на каких-то акциях. Там типа 3 по цене 2 или что-то типа того. Ну, в общем, где-то 350 рублей, что ли, он влетает. Весьма такой недорогой. Но у него и стойкость небольшая. Кстати, да, не сказала по стойкости. Little Black Dress часов 5 на мне держится. My Everything на мне держится весь день. Просто я его ощущаю. Реально пока, я не знаю, не помоешься и не снимешь одежду. Но я не хожу с ним там по 24 часа. Но часов 12, да, наверное, спокойно прям. Lack Lavi часов 8 на мне. Lack Limitless часов 6. Вот этот Confidence часов 5-6. Делаю 2 пшика. Обычно всегда 2 пшика делаю. И в Труф, не знаю, я не помню, честно. Я им пользовалась всего пару раз. И даже не помню, как он себя ведет. И вот этот Soft Mask часа 2-3, наверное, делают 2-3 пшика, не меньше. Это шоколад. Пахнет прям шоколадом. Очень вкусно. Взяла такой ванильный. И он мне не зашел. Он меня душил. Я его подарила подруге. Вот. А шоколадку обожаю. Есть еще один в запасе. Ну, нереальная вкусняшка. И Эйвен прям балует нас всякими вот такими гурманскими ароматами. Обожаю. Еще одна вкусняшка. Старичок мой. Я все. У меня, знаете, прям как этот. В боулинг играю. У меня тут флаконы летают. В общем, это Secret Fantasy. Самая-самая первая версия. Самая вкусная для меня. У меня была фиолетовая. У меня были еще дополнительно две какие-то розовенькие. Там были с сердечками. Еще что-то. В общем, вот эта версия с ключиком. Самая первая. Это самая вкусная. Этот настолько яркий аромат. Он какой-то фруктово-восточный. Ну, просто нереально девчачий. Я его покупала еще в школе. Там в классе в десятом, наверное. Поэтому всякое такое. Прям воспоминания хорошие. И, насколько я знаю, его в каталоге больше нет. Если что, меня подправьте. Я как бы не работаю. Поэтому не отслеживаю, что прям там сняли, не сняли с производства. Но аромат этот безумно люблю. Я его экономлю. Там снизу видно, сколько осталось. У меня здесь чуть больше половины. Очень люблю. И, наверное, если бы в каталоге он был, я его купила. Вот. Не знаю. Надо посмотреть. Возможно, его как-то переоформили. Есть там еще такие водички. Но последние новинки, которые там были, я передарила, перепродала. Я не помню. Ну, в общем, избавилась. Не мое. Не нравится. А вот это прям любовь. Моя любовь. Я уже не знаю, как складывать. У меня справа тут немало прям флаконов. Относительно недавняя покупка. Это пурбланка блажь. Когда-то она была у моей мамы. Мы купили. Я себе одну водичку. Я себе одну водичку, а на другую. В итоге я свою добила, я не знаю, наверное, за месяц. И полезла в ее. Поэтому, опять-таки, у меня хорошие воспоминания. Опять школьные годы. Хоть честно, школьные годы свои ненавижу. Но почему-то вот все равно хорошие у меня ассоциации. Это восточно-цветочный, очень женственный, интересный аромат. Необычный, почему-то, мне кажется, для Иван. Очень мне понравился. И на выход, и дома могу использовать спокойно. Очень вкусный, сладкий. И там, кстати, есть восточно-цветочный аромат. Элегант, или как-то так назывался. У него раньше были синенькие цветочки. А вот у этого аромата, это, кстати, уже перевыпуск. У него были розовенькие цветочки. С синенькими цветочками. По описанию. А там что-то это за сахарные сухофрукты. Что-то такое, что ли, было. Прям, знаете, для меня это описание было такое, что нельзя не взять. И он мне очень не понравился. А вот Пурбланка Блаши, я ее прям очень люблю. Рада, что купила. Я боялась, что это все-таки не то, что было раньше. Возможно, я спутала. Но нет, это именно та самая Пурбланка Блаши, которая была еще 10 лет назад. И очень я этому рада. Дальше. Порадовала меня подарочком Тори Петрова. Я думаю, ее многие знают. Она говорит, что у нее особого восторга не вызвало. Это люкс. Водичка, пример люкса. Есть еще люкс Ут. Заказала я пробник. Это такая дища. Я прям вообще никак не смогла даже в мороз пользоваться. Потому что очень древесный, грубый для меня. Сладости там нет. А вот этот, это действительно, знаете, дорогой, цветочный, сладкий аромат. Это даже восточный, наверное, восточно-древесный, возможно. Очень вкусный. Спасибо огромное за подарок. Мне он безумно нравится. И буду с удовольствием пользоваться. Единственное, уже как бы зима закончилась. Я его пока уберу. И в следующую зиму, наверное, где-то в ноябре уже даже, я его вытащу и буду с удовольствием пользоваться. Очень-очень классное оформление. Мне нравится. И сама водичка просто потрясающая. Дальше давайте поговорим о Attraction. У меня Attraction, по сути, есть все три. Но так как у нас с мамой парфюмы на двоих, бывает, периодически я ей что-то увожу, она попользуется, я потом обратно привезу. Классический сейчас у нее в использовании, но я его привозить обратно не буду, потому что это прям совсем не мое. Слишком он какой-то плоский, что ли, для меня. А вот Attraction Rush, это моя любовь. Это, знаете, вообще, Attraction Rush, что мужской, что женский, это сладкие ароматы. Ощущаю я почему-то там амбру, я не знаю, она заявлена или нет. Для меня это ароматы унисекс. Очень вкусные. Это нереально вкусно, но видно, да, что с моей коллекцией и я полуфлакона это добила. Буду покупать еще 100%, не знаю, есть ли у меня в заначке. Если в заначке нет, то обязательно куплю новенькую. У меня вроде еще 10 мл где-то были, я тоже ее обязательно себе заныкаю. Очень вкусная водичка. Мужу нравится мужская версия и как бы женская на мне. Классическую покупать больше не буду, потому что мама тоже вроде не в восторге. И оставила я себе версию 10 мл. Это Attraction Sensation. Новинка, грубо говоря. А мне тут, кстати, да, одна из подписчиков написала, нужно воспользоваться лайфхаком, чтобы вот эти вот крышечки не тряслись туда-сюда. Она говорит зажать. Нужно будет этим заняться. Спасибо большое за идею. В общем, насчет Attraction Sensation. Этот унисекс, сладкий аромат. Этот унисекс, знаете, какой-то древесно-пряный что ли, весьма грубый и специфический. Поэтому без пробника не берите даже версию 10 мл. Ну, как бы, чтобы вам не было потом обидно, потому что, ну, реально очень необычный аромат. И я долго думала, нужна ли мне версия 10 мл вообще. Но потом поняла, что да, наверное, нужно. И как бы осенью-зимой я периодически хочу им пользоваться. Места нет. Дальше раритеты. Наверное, два раритетика я вам покажу. Три. Вру. Три. Наверное, ностальгия будет у многих. Во-первых, инстинкт. Не первая моя упаковка. Очень необычный аромат. Я даже не знаю, как его описать. Это женственный, наверное, цветочно-древесный. Очень вкусный. Нравится многим. Я сама этот аромат люблю. Берегу этот волокончик. В заначке, естественно, ничего нет. Его сняли с производства, не знаю, года 4 назад, наверное. Очень классный. Был еще розовенький. Но розовенький я так еще и не попробовала. Его уже сняли с производства давно. А я как-то все думаю, ладно, в следующем каталоге куплю. И в итоге он просто пропал. Я делала в Эйвоне перерыв пару лет, наверное. Наверное, и вот за это время многие мои любимые ароматики пропали. Вот этот был просто запаянный. Это не помню, какой там я. Флаконы 4, наверное, покупала у тети, маме. И, видимо, мне досталось. Один я использовала, второй вот открыла уже после того, как сняли его с производства. Очень скучаю. Надеюсь, вернут. Ну, этим я, знаете, так раз в 2 месяца все-таки пользуюсь. Не хочу, чтобы он заканчивался. Дальше водичка, которую я очень хотела. Это был весьма дорогой парфюм. Это прям парфюмерная вода вроде как. Это Outspoken Party by Fergie. Я не знаю, как правильно читается. В общем, оформление шикарнейшее. У меня была мини-версия. У Эйвона когда-то были прям очень крутые миниатюрки. 5 или 7 миллилитров. Прям, ну, знаете, в таком же виде. А синенькая была очень грубая для меня. А вот эта фиолетовенькая зацепила сладкий, восточный аромат. Тяжелый, дорогой. И я рада, что у меня есть эта водичка. И почти полная, знаете. Очень-очень я довольна ею. Делала от Ливантик подруги. Она тоже собирает прям коллекцию парфюмов. Тоже ей понравилось. И, опять-таки, надеюсь, что у Эйвона что-то подобное все-таки еще сделают. Дальше водичка, которая мне полюбилась. Но полюбилась она мне после того, как, опять-таки, ее сняли с производства. Вроде как можно купить либо спрей для тела, что-то такое на распродаже видео. Это Эйвон Фри. Это аромат фруктово-восточный такой. Знаете, он сладкий, он интенсивный. При этом он не душащий и не химозный. Вот скажем так. То есть, если, например, про Secret Fantasy я могу сказать, что это прям химозненький аромат такой сладкий. То здесь нет. Он полегче. И вот эта сладость в нем фруктовая. Очень классный. Люблю его. И очень жаль, что сняли с производства. Как и всегда, в принципе, Эйвон очень часто добавляет новые ароматы. По сути, почти каждый каталог по 2-3 новых аромата. Естественно, они выводят что-то старенькое. Потому что, может, хотят делать более актуальное. Но актуальное это тоже такое субъективное понятие. У каждого вид свое. Миниатюры. То, что я тут разгромила. Давайте я вам сразу покажу, что у меня есть. Always Aromat. Он мне достался в набор. Я брала набор миниатюр 20 штук. И оставила его себе. Неоднозначное мнение. Для меня это цветочно-древесный, очень тяжелый, очень серьезный аромат. Я не знаю, будет ли у меня настроение под него. Я пока его уберу, достану осенью. И скажу уже точно, оставлю себе. Или же увезу, например, маме. У нас с ароматами бывает, знаете, либо полное попадание. Но чаще всего мы просто разные ароматы любим. И это хорошо. У меня ничего никогда не пропадает. Farway классический. Очень его люблю. Это цветочно-восточный, наверное, аромат. Он заявлен восточный 100%. Полная версия она идет с кисточкой. Очень красивая. Сладенький для меня. Он достаточно... Он хоть и сладкий, но строгий. Имеет место быть в коллекции. Мне нравится, что у меня миниатюра 9 мл шариков. Очень стойкий. Я не знаю, он держится на мне весь день. И как бы мне не нужна полная версия. Вот эти 9 мл мне хватит года на 3 точно. Люминат цветочный аромат весьма плоский для меня. Вот у меня есть версия 10 мл. Полную версию я себе оставлять не буду. Она у меня есть, конечно, в наличии. Но как-то скучновато. Но имеет место быть непротивный для меня аромат. Дальше Little Black Dress Party. Это более женственный такой, знаете, цветочный аромат. Вкусный. Я вот думаю, взять версию 10 мл. Либо же взять версию 50 мл. Я очень боюсь, что 50 мл не совпадет с вот этой. Потому что, опять-таки, это сделано в Польше. А та, скорее всего, в России. Скорее всего, буду брать 10 мл. Потому что, ну, я думаю, как и с Уикендом, будет тоже не совпадение небольшое. Нравится мне этот аромат. Обязательно попробуйте именно версии 10 мл. Мисс Мирайз Блэк. Это, блин, очень классный аромат. Знаете, я удивилась. Вообще не посматривала в их сторону. Брала много пробников. Их там штук 5, наверное, разных мисс Мирайзов. Но именно Блэк меня зацепило. Это что-то такое необычное, дорогое. Чуть сладковатое. Наверное, древесно-восточное. И я довольна, что у меня в этом наборе с 20 штук попалась эта водичка. Соло я бы ее не купила. Даже не посмотрела в ее сторону. Но тут я прям в шоке. Но полную версию брать не буду. Очень интенсивная. Мне хватает одного пшика. И, опять-таки, этой миниатюры хватит на несколько лет. Водичка, которая мне очень нравится. Это Life Color Kit. Это коллаборация с Kinzo. Кинзо мне ароматы нравятся. Они абсолютно все такие, знаете, свежие, цветочные, сладкие. Это прям мое. Life Color конкретно он, наверное, фруктово-цветочный. Люблю. И, не знаю, полную версию брать. Или же опять вот так вот миниатюра. Потому что полная версия весьма небюджетная. По-моему, Миньки брать и то получается выгоднее, дешевле. Плюс формат удобный. Дальше две водички, которые я очень люблю. Хоть они недорогие. Это и Мари Эликсир и и Мари Корсет. И Мари Эликсир мне очень напоминает один из парфюмов от Coco Chanel, который был у моей мамы лет 10 назад. Спрей 30 мл. И вот это, да, один в один. Единственная, у того стойкость была дней 5. Знаете, если на одежду попало, там, на какую-нибудь толстовку, вы же ее там не стираете каждый день. И эта толстовка могла просто там висеть в шкафу и неделю пахнуть. Очень яркий, интенсивный. Здесь же стойкость, наверное, часов 5-6. Но с учетом цены, там, сколько, 350-400 рублей, это просто шикарный аромат. Но, опять-таки, без пробника брать не советую. Он такой весьма тяжелый, древесный, цветочный. И Мари Корсет, опять-таки, неоднозначное мнение. Он очень сладкий, очень тяжелый. Обожаю, мне нравятся такие ароматы. И я очень удивлена. Мне не понравился и Мари. Не помню, у него очень вкусное описание было. Но аромат... А, фэнтези, точно фэнтези. Для меня вот этот дихлофос. Но знаю, опять-таки, что есть любители. И это, опять-таки, нормально. Вот, довольны я этими водичками. Дальше Сюрель Скай. Сюрель Айленд вообще мне не понравился. А вот Сюрель Скай, это для меня компотик. Очень вкусный компотик. Здесь объем 75 мл. Брала я в рублей за 500. По-моему, даже есть заначки новенькие. Из минусов вот эта вот скрипучая дурацкая крышка. Супер дешевая. Но сам аромат, в принципе, неплох по стойкости. Часов 5 он нам не держится. И подойдет, наверное, очень многим. Единственное, знаю, что если нравится Сюрель Айленд, скорее всего, не понравится Сюрель Скай. И наоборот. Потому что девочки, знаете, разделились на два фронта. И мало кому нравится и та, и та версия. Мне вот только Скай Айленд я не хочу. Для меня прям, знаете, гадость, можно сказать. Фаровый Ребель еще один любимчик. Наверное, на втором месте будет, я не знаю, Лак Лави на первом пусть будет. Ребель и Литл Блэк Дресс Уикенд. Я вот не знаю, кого их поставить на второе, кого на третье место. Давайте Ребель на второе место. Уикенд на третье место я поставлю. Сладкий аромат. Он такой, знаете, яркий, неплоский. Вот, знаете, все хорошие прилагательные. Хочется сказать в его адрес. Очень необычный и комплементарный ароматик. Обожаю. Он крутой. Ну, просто крутой. Не знаю, есть ли у меня в заначке. По-моему, была целая версия. Плюс есть версия 10 мл. Должна быть мой хомяк, чтобы был спокоен. Потому что любит, и вон снимать производство, мои любимые ароматы. В общем, подруге тоже. Подруга заказывала тоже. Ей очень понравилось. Она, кстати, любительница фаруэй классического. И Ребель ей понравился. Мне не понравился фаруэй, который черный. Не понравился инфинити. Раньше был еще какой-то... А, голд вообще просто никак мой нос не воспринимает. Это тоже дихлофос для меня. Хотя знаю, опять-таки, что есть те, кто прям обожают. Ну, то есть, опять-таки, это мое субъективное мнение. Но если вы любите сладкие ароматы, если вы по остальным парфюмчикам уже более-менее понимаете, такой же у вас вкус, как у меня, или нет. А если такой же, и вы не пробовали фаруэй и Ребель, то настоятельно советую. В четвертом каталоге был по 599 рублей. Но, в принципе, за столько его, наверное, я и покупала. Очень-очень классный. И, блин, он такой крутой. Реально пахнет как дорогой парфюм, а не какой-то каталожный, очень необычный для Эйвона. Обожаю. Вот. У меня, знаете, прям уже слов не хватает. Еще две водички, которые я увезу, отдам-раздам, не знаю, что-нибудь такое сделала. Этот череш вообще... Блин, он запакованный даже, что ли? У меня где-то был череш открытый вроде. А может, его мама уже добила открытый. Я взяла их по скидке, по-моему, 40% при покупке трех. Я взяла два или три вот таких череша, не помню. И вот такие череши тоже я брала. В общем, розовенький, он более легкий, более сладкий, такой фруктово-цветочный. Цветочно-фруктовые цветы преобладают. А череш классический, он более цветочный, возможно, с легкими такими сладкими нотками. Здесь, наверное, да, заявлено. Нежный цветочный аромат, жасмин, сандал и драгоценный мускус. Вот за счет сандала он потяжелее будет, нежели череш The Moment. Здесь у нас идет черносмородиновый ликер, орхидеи и пачули. Сейчас я хочу упаковку показать, и все забываю открыть. Еще и не могу открыть. Вот, 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 вот. В общем, вот такая у них прикольная крышечка. Здесь розовенькая сама по себе водичка, здесь желтенькая. Аромат для меня, опять-таки, слишком скучный. Мне нужно больше сладости, либо чтобы сама композиция была более интересной. Отдам маме, думаю, ей спокойно прям зайдет. Вот, она любит такое, я думаю, раз уж мне не зашло. Ну, если нет, то я все равно найду, кому их пристроить. Они не будут явно лежать без дела. Вот, тем более этот вообще новенький. Я думаю, я, конечно, прошляпила 8 марта. Нужно подумать, кому его подарить и по какому случаю. Вот, я, как всегда, сейчас закончу видео, подсчитаю. Возможно, я под каждым видео буду просто подписывать, сколько у меня парфюмов от того или иного бренда. Ну, и я, по-моему, уже посчитала Фаберлик. Фаберлик у меня 7 ароматов. Фаберлик и Фраше 12. Я еще не считала повторы. То есть, например, если у меня Лак Лави, есть версия 50 мл, есть версия 10 мл, я буду считать это как один аромат, а вот эту миньку я просто запишу в повтор. Хочу посчитать, сколько у меня. Я думаю, штук 70-80 всего есть, потому что очень много миниатюрок различных и так далее. Вот, огромное вам спасибо за просмотр, за терпение. Я просто уже чувствую, какую хрень я несу, потому что это третье видео о водичках. Мало того, что это весьма сложное для меня видео, так еще и много всего. Но Эйвен я реально обожаю, уважаю их ароматы. На любой нос, на любой вкус, на любой кошелек. Думаю, все их могут себе позволить. В общем, буду ждать ваши фавориты. Очень интересно, какие вы предпочитаете ароматы в этой компании. Спасибо вам огромное за просмотр еще раз. Ставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал обязательно, чтобы не пропустить последующие видео. И всем пока-пока!